Фидели Кастро 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 страны руководители революции въехали в Гавану. Вечером на митинге на плечо Фиделя Кастро опустился белый голод, символ Святого Духа. Народ это увидел и запомнил. Так началась новая история Кубы. Ведь 90% кубинцев поддерживала Фиделя Кастро и его единомышленников. Надо сказать, что до этих событий Москва скептически относилась к перспективам развития революции на Кубе, считая и не без основания, что там слишком велико влияние США. Но наши прогнозы оказались неточными. Например, 17 мая 1957 года на Кубе был опубликован закон об аграрной реформе. Кстати, Фидель первый национализировал свое имение, раздав землю крестьянам. Но проблема была в другом. Ведь три четверти плодородных земель принадлежало североамериканским компаниям. Им же принадлежало 40% сахарной промышленности и все разработки никеля. Кастро разумно не стремится к конфронтации с северным соседом. Он, наоборот, ищет компромиссные решения. И вот первый заграничный визит Кастро. Официальный визит США. Кастро встречал вице-президент Никсон. А президент Эйзенхауэр предпочел встречи с Кастро игру в гольф. Дружбы не получилось. Зато запахло войной. Правда, пока экономической. Например, Конгресс увеличивает квоту на закупку сахара. И Куба в ответ монополизирует сахарную промышленность. Или американцы отказываются перерабатывать нефть на своих заводах, расположенных на острове? Ну что ж, Куба их национализирует. В итоге, в октябре США объявляют эмбарго на торговлю с Кубой. Для уничтожения Фиделя и изменения политической ситуации на Кубе, в ЦРУ была разработана операция под кодовым названием «Мангуста». Ответ СССР – секретная операция под шифром «Анадаль». А это другой персонаж будущей кубинской драмы, которую назовут впоследствии «Карибский кризис». Наш дорогой Никита Сергеевич. Целых 11 лет Хрущев руководил партией и государством. Государством, которое обладало ядерным оружием и хорошо оснащенной армией. Государством, победившим во Второй мировой войне. Нам есть что вспомнить, говорил Хрущев. Но нельзя жить только под давлением боязни в том смысле, что всякая наша акция в защиту себя или наших друзей вызовет войну. Это значит парализовать себя страхом, и вот тогда война будет возможна наверняка. Надо делать все, чтобы не допустить войны, но не бояться. Враг сразу почувствует, что ты боишься, и придет с войной. В этих размышлениях есть своя логика. Не правда ли, даже могут возникнуть ассоциации с сегодняшним днем? Тогда Никита Сергеевич был увлечен идеей сделать столицей Восточной Германии советскую часть Берлина. Об этом и шла продолжительная неулыбчивая беседа Хрущева с президентом Кеннеди. Как говорят дипломаты, встреча получилась контрпродуктивной. Да, разговор был трудный, очень трудный. Расстались свежливо, но холодно. Президент США Кеннеди, сменивший Эйзенхауэра, категорически возражал против идей Хрущева. Берлин, говорил он, это не мишень. Мы не можем отделить его безопасность от нашей. Утром 12 августа берлинцы проснулись в разделенном городе. Некоторые семьи граница тоже разделила. Ведь это действительно была драма. Мир напряженно вглядывался в эту ситуацию. И Хрущев в то время носился с идеей о том, чтобы объявить Восточный Берлин официально объявить столицей ГДР. А западную часть города сделать вообще отдельным как-то вольным городом. Ну вот была, разрабатывалась в том числе и в МИДе такая вот линия, политическая линия. То есть тем самым как бы оторвать западный Берлин от уже образовавшейся федеративной республики Германии, западной Германии, сделать ее вот такой вот совершенно отдельным таким анклавом. Вот в чем была, если хотите, суть. Минуты, часы и годы противостояния. Сейчас стены, разделяющей Берлин, уже нет. Но память о ней будет долгой. Очень долгой. Возможно, вечной. Память о символе холодной войны. А кто ее начал? Вспомним. СССР окружен базами НАТО. И ситуация с каждым годом все ухудшается. Тогда Хрущев, преодолев первоначальные колебания, заявляет в июне 1960 года. Куба! Теперь США не так недосягаемы, как раньше. После Хрущев писал Маймуан, ну, конечно, моральное право имели больше, чем американцы. Потому что американцы уже поставили эти ракеты в Турции, в Италии, в Европе. Поэтому, говорит, мы и спокойно, как говорится, могли с ними разговаривать. Что вы-то поставили, а мы что, не можем? Но только при согласии правительства Республики Куба. Вот эти были аргументы, конечно, у него всегда в запасе, в разговоре, значит, и, ну, доказательства, что он имел право поставить там. Ну, вот мы считаем, что мы вот военные, что это была операция, значит, необходима, как асимметричен, или, как говорят наши, значит, ответ на американские, значит, окружение нас ракетными базами. Мы говорим, почему американцы окружают нас сегодня военными базами, элементами ПРО. Но это адмирал Мэкон, который сегодня старательно изучает в американских военноучебных заведениях, который вот именно для России, для других континентальных стран придумал эту теорию анаконды, что нужно ее окружать именно военными базами, блокировать с моря и постоянно ее пространство сужать, сужать как бы геополитическое, географическое. И вот методом удушения можно победить. По-другому они континентальные державы победить не могут. Вот американское мировоззрение американской политической элиты, оно сложилось как-то одномерно. Вот начиная с конца 19-го столетия, знаете, вот американская элита впитывала мировоззрение через теории Джошуа Стронга, это такая теория предопределенной судьбы, что вот американская нация – это богом избранная нация. Кодом нашей цивилизации, православно-славянской или русской, является совесть, там выгода и только выгода. Вот. И это противоборство, оно идет, идет непрерывно, вот меняя формы и методы. С визита Анастаса Ивановича Микояна на Кубу начинается новая история взаимоотношений между нашими странами. Микоян – опытный хозяйственник, уже давно выполнял ответственные дипломатические поручения и выполнял их прекрасно. Вот и на этот раз под предлогом открытия советской выставки на Кубе он провел тонкую дипломатическую работу. Ведь на смену традиционной ориентации на идейно-близкие коммунистические режимы пришла новая практика, как говорится, брак по расчету. Брак по расчету с национальными освободительными движениями. Вот так и вошла в нашу историю Куба остров, расположенный в 90 милях от США. Во время визита были и неформальные встречи. Вот Микоян в гостях у писателя Хомингуэя. Он подарил ему двухтомник, его произведение, вышедшее в СССР. Писатель поблагодарил, но потом неожиданно напомнил Микояну. «Учтите, что за вашей деятельностью пристально наблюдает Вашингтон. Куба-бельмо на глазу Америки и напряжение в Карибском море не схлынет так просто». Об этой встрече много потом вспоминали журналисты. Ведь слова Хомингуэя оказались пророческими. Микоян понравился Фиделю. Шутили даже, что кавказский и кубинский темперамент схожи. А что же США? Утверждение, что США никак не реагировали на новые порядки на их заднем дворе, не точно, мягко говоря. Ведь огромные суммы, вложенные в экономику острова, оказались потеряны из-за национализации. Кроме того, возникла реальная опасность полной потери Кубы. Ведь режим Кастро постепенно менял социальную окраску, все более становясь прокоммунистическим. Советской разведкой было отмечено, что некоторые из ближайших сторонников Кастро уже называют себя марксистами. Но все идеологические подвижки заслонял пока дипломатический этикет на светских приемах. Антинатовские материалы занимали газетные полосы, радиоэфиры, телевизионные экраны. Да и некоторые западные эксперты не без основания полагали, что США своими действиями, тайными и явными способствуют разжиганию холодной войны. Что США сами толкнули Кубу в объятие Советов. Договорились о месте. Вена. Как бы нейтральная. И в буквальном, и в переносном смысле. Третья страна, так сказать. Никто никому в гости не едет. Хрущев решил приехать поездом. В частности, потому что пребывание в поезде позволяло ему оторваться от всех текущих дел и сосредоточиться на какой-то подготовке к встрече с Кеннеди. Но вернемся обратно в Вену. Любимое место тех времен для дипломатических переговоров. Судьба мира. Как часто она зависит от личностей ведущих диалоги, от личностей руководителей государств, от их характера, воспитания, темперамента. Идеологические разборки. Военные базы НАТО. Ракеты в Турции, нацеленные на СССР. Берлинский кризис. Гонка вооружения. Все эти вопросы обсуждались и не находили понимания у сторон в переговорах. Ведь еще при Эйзенхауре американцы разработали план вторжения на Кубу силами кубинских иммигрантов. Вся эта встреча Хрущев-Кеннеди закончилась тем, что когда уже надо было просто уже вставать и заканчивать беседу, Хрущев снова сказал одним словом к зиме мы свой план осуществим и Восточный Берлин станет столицей ГДР, а Западный, значит, будет как бы отрезан таким образом. И Кеннеди уже стоя около двери горько усмехнулся и сказал Ну что ж холодная видно будет зима Хрущев четко обозначил свое отношение к президенту Кеннеди. Мне жаль американский народ у которого такой президент. Вот этим все сказано. И Никита Сергеевич уже думал о своей, так сказать, концепции что получить от Кеннеди слабого в отношении Кубы. Поэтому я лично как бы связываю два вопроса. Резкий нажимный подход вплоть до упоминания войны по западному Берлину обострение там было большое естественно но он-то так сказать вызвал как я уже сказал Березова который занимался ракетными войсками Малиновского не было Громыка не было никого из МИДа абсолютно был только вызван Алексеев и то на поздней стадии и прорабатывал свою концепцию прилетел Рауль Кастро он с ним отдельно беседу сказал ему вот американцы проиграли свое вторжение на остров мы хотим укрепить вашу оборону мы хотим вам поставить оборонительное оружие и Рауль был убежден что оборонительное оружие к ним придет в начале 1960 года администрация Эйзенхауэра поручила ЦРУ создать и вооружить бригаду иммигрантов для десанта на остров и свержения режима Кастро Кеннеди получив наследство этот план продолжил подготовку к вторжению и это случилось 17 апреля 1961 года иммигранты высадились в заливе свиней Качинос и в тот же день были разгромлены ведь кубинский народ вопреки прогнозу ЦРУ мятежников не поддержал а Кастро эти события подтолкнули к более тесному сближению с Москвой и хотели организовать звездный поход из района Ямайки с Флориды с Коста-Рики и из других стран любое любой десант который высадится обозначал себя настоящим правительством Кубы и обращался к Соединенным Штатам Америки или должен был бы обратиться к Соединенным Штатам Америки что высадилось законное правительство и просит оказать помощь и Соединенные Штаты оказывают помощь стергают Кастро и восстанавливают тот порядок который был В 1962 году нам стало известно наша разведка что американцы после провала операции в 1961 году в заливе свиней когда они попытались высадить кубинскую бригаду в районе Плая Ларга и Плая Херон они в течение 72 часов были разбиты и пленены но это их не устроило они решили провести в 1962 году учение Мангуста тогда Эйзенхаур дает команду Пентагону готовить операцию силами Соединенных Штатов Америки против Кубы и Пентагон начал планировать эту операцию ожидается бомбовый удар по Кубе в 500 самолетов ну вы понимаете что такое Куба и бомбовый налет 500 самолетов в два эшелона один эшелон 200 другой 300 самолетов понятно что мы все готовились к братской могиле вместе с кубинцами Кубы просто бы не было если бы мы не были там операция состоялась бы Мангуста почему я сказал что был бы кровавый кризис кубинцы не сдались бы так они воинственно настроены патриоты и сколько бы там потеряли американцы сколько потеряли кубинцев это трудно бы считать было бы ну Мангуста значит наша разведка конечно тоже значит узнала достала эти факты что да действительно план был разработан сперва они отнекивались потом Мангамар согласился что была эта операция и Генштаб именно в развитии значит вот условных наименований в пику значит плана Мангуста разработал план Анадель стратегическая операция Анадель то есть вот эти две значит операции противовес шли друг к другу 18 мая 62 года ко мне в кабинет зашел воздужденный такой начальник главного оперативного управления Генерального штаба Семен Павлович Иванов он же ответственный секретарь Совета обороны и мы поняли что вопрос особо важный о создании на Кубе группы войск никого не привлекать ни с кем на эту тему не разговаривать у нас никогда не возникает вопроса надо это или не надо нам было приказано и задача наша заключалась в том чтобы приказ ну тогда такие слова были приказ партии приказ правительства советского мы обязаны выполнить даже ценой своей жизни операция анадырь операция анадырь она почему так называлась ну анадырь грибков разве не говорил это попытка дезинформации ведь некоторые части значит грузили в полушубках с лыжами потому что анадырь ну вы знаете где анадырь это река на чукотке так что это попытка бывать дезинформации она удалась вообще вся эта операция вот я как военный человек это восторг кроме восторга у меня не вызывает ничего замысел он потом пошел и для войск как дезинформация что проводится будет проводиться стратегическое учение вооруженных сил советского союза с переброской в различные районы страны по железной дороге по воздуху морем для того чтобы провести как говорится ну заблуждение и не раскрыть с самого начала советского союза значит транспортировку значит мы брали с собой зимнее то есть теплое мандирование лыжи и это показывалось что мы действительно готовимся куда-то по союзу когда это во время погрузки да да погрузки значит вот это значит как бы афишировалось и говорилось что да мы не собираемся никуда через какой океан прыгать а на самом деле значит все было подготовлено для того чтобы значит пересечь океан атлантический и высадиться на Кубе для того чтобы защитить республику Куба значит Фидель так сказал мы в принципе согласны с предложением советского руководства советского союза если это в интересах советского союза у нас достаточно сил для того чтобы самостоятельно отразить агрессию Соединенных Штатов Америки но если это в интересах советского союза в интересах мирового коммунистического движения мы согласны переброска ракет техники войск проводилась глубокой тайне это отвечало интересам обеих стран Куба получила ядерный зонтик а советские ракеты в считанные минуты достигали любой точки США А это точно что они все имели паспорта тракториста агронома нет но все были сельскохозяйственные рабочие а на ящиках была надпись сельхоз инвидарь там геолога разведочное бурение там еще прочее на крупных на крупногабаритных упаковках значит общее количество войск мы планировали 50 тысяч там с небольшим 50 тысяч успели до блокады до 22 октября успели завести где-то 42 тысячи войск нам удалось скрытно переправить целую ракетную дивизию 43-я ракетная дивизия которая в Сумской области базировалась перевезли туда три полка ракетных по 12 пусковых установок 36 ядерных головок боевых они начали мандражировать два крупных финансистов в Флориде от испуга застрелились 85 транспортов совершили 186 рейсов и доставили всю эту громаду все 43 тысячи все торпедные ракетные катера 12 штук условия перед дислокацией были нечеловеческие для того чтобы военнослужащим оправиться ему спускали ведра туда в Твиндек там нет никаких туалетов естественно ничего оправлялись доставали ну понимаете о чем речь идет такие были условия когда американцы начали проверять действительно разведка ФРНГ их проинформировал достоверно они попробовали резервистов своих посадить это наиболее такие оголтелые уже военные которые прошли Вьетнам там все что угодно подготовку мощную посадили они на три своих корабля в Твиндеке этих своих солдат и покатали их по морю по океану на третий день те кто был в Твиндеках подняли восстание они не выдержали и американцы в частности президент тогда был Кеннеди они сделали вывод что не может быть чтобы Советский Союз на расстоянии 12 тысяч километров перебросил морем вот такой огромный состав личного состава дивизию целую 14 сентября американский самолет разведчик сфотографировал советские стартовые площадки на Кубе это обычный облет территории побережья Куба и Латинской Америки и летчик который потом получил высшую медаль сфотографировал что на земле делается и эти фотографии приложили президенту руководитель центрального разведывательного управления принес это все и сказал господин президент я обязан вам доложить тогда они поняли что мы так сказать готовим сейчас почву начался обмен и устный и письменный между Кеннеди и Хрущевым где Хрущев продолжал говорить об оборонительной линии об оборонительной помощи а Кеннеди недвусмысленно намекал что они имеют информацию о том что там ракеты будут поставлены или уже поставлены когда они у нас на территории вот эти ракеты они у нас назывались средней дальности потому что дальность всего две с половиной тысячи и четыре с половиной тысячи но когда мы завезли их на Кубу они стали стратегическими потому что поражают всю Америку 26 октября Хрущев направил Кеннеди примирительное послание он наконец-то признал что на Кубе имеется мощное советское оружие но в то же время Никита Сергеевич убеждал президента что Советский Союз не собирается нападать на Америку вот цитата из его письма только сумасшедшие могут так поступать или самоубийцы желающие сами погибнуть и весь мир перед тем уничтожить но вскоре произошло еще одно тревожное событие американский самолет шпион был сбит советской ракетой с Кубинской базы пилот Андерсон погиб ситуация накалилась до предела когда приехал Андрей Андреевич Громыко на сессию Генеральной Ассамблеи он полностью не владел информацией и когда его 18 октября пригласил к себе он на сессию приехал к Генеральной Ассамблеи пригласил его президент Кеннеди Громыко думал что поэтому пойдет вопрос но у нас был ответ мы поставляем оборонительное оружие Кубе и эта концепция была вбита Добрынину и нашему представителю в Совете Безопасности тогда им был Зорин Валерий Анатольевич будущий замминистр Советские дипломаты порой не знали точного положения дел на Кубе а если знали то отделывались уклончивыми ответами вот такими как этот не дожидайтесь перевода да или нет Галериан Зорин я не нахожусь в американском суде я не желаю отвечать на вопрос заданный мне в той форме в какой задают вопрос у прокурора в свое время сэр вы получите ответ вот эта эта теория была так сказать везде что это оборонительное оружие это соответствует все нормам международного права впоследствии Раск сказал Добрынину это Добрынин рассказывал Раск спросил Добрынина вы знаете у меня был разговор с Кеннеди когда вы мне говорили об оборонительном оружии вы что же тогда неправду президенту говорили и президент тогда обсуждал вопрос о том что несмотря на то что вы только приехали отослать вас поскольку вы даете недостоверную информацию Добрынин сам не знал это уже Раск я со слов Добрынина это говорю а кто же знал то 4 человека и человек который все это делал это был генерал ой сейчас память не память стала уже склаз грибков грибков встает вопрос а зачем же их завозить туда было когда и мне Фидель задавал вопрос Анатолий сколько было у вас на тот период ракет которые могли доставать с территории Советского Союза по Америке я ему показал ноль а что же Хрущев говорит что вы ракеты делаете как сосиски так быстро ну на то и Хрущев и вот один из вопросов который нигде не в решении их не записано ничего но это было в голове у Хрущева как же нам улучшить соотношение с Америкой кстати на тот период соотношения в ядерных головках для стратегических ядерных сил мы имели 300 а американцы вместе с английскими и французскими соотношение 1 к 17 вот это вот и давлело над Хрущевым хотя он об этом никому не говорил да мир стоял на грани атомной катастрофы одно неверное эмоциональное движение и как утверждают эксперты погибло бы 6 миллионов гражданского населения 400 тысяч военных и 2 миллиона населения поразило бы радиацией слава богу это не случилось это не случилось до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok